Что мы здесь в Хабаровске с вами знаем про Дагестан? Согласитесь, сплошные стереотипы. А ведь там уникальная природа, радушное гостеприимство и, между прочим, очень низкие цены. Мы сейчас вам это докажем, а вы пока пакуйте чемоданы. Среди жителей западной части России этим летом отдых на побережье Каспийского моря был как никогда популярен. Дагестан посетило рекордное количество, более миллиона туристов, и это только наши соотечественники. Вот и дальневосточные тороператоры решили подхватить этот тренд. Своими впечатлениями от поездки они делятся на пресс-конференции. Ну, вкусно все. Я не знаю, что можно съесть. Ну, давай, за что? Помидор. Нет, ну я очень приветливая. Рынок, он просто ломится от изобилия всего. Везде, где мы кушаем, это всегда овощи, это всегда печеные овощи, это свежие овощи и вот такие мясо, горы мяса и зелени. Фрукты свежие. Едешь все время везде в виноградники. Я думаю, что со временем, опять же, гастротуризм и агротуризм он будет развиваться, потому что виноградники многочастных. Я думаю, что государство возьмет все-таки под контроль и будет водить людей. Я знаю, что есть сейчас плантации, на которые можно приехать, поучаствовать в процессе сбора винограда. С гастрономической точки зрения Дагестан удивит даже искушенного гормана. В турпакет операторы обязательно включают аппетитные места для посещения. Тот же завод, вот лично я бы, это да. Какой из них? Коньячный. Коньячный завод, а почему бы? Ну, это будет интересно, это будет вкусно. То есть тур должен быть не только красивым, но и вкусным. Винный завод, коньячный, без разницы. Очень сильно ухоженная территория. То есть, ну, для меня много я где была, это очень сильно режет глаз. Важно отметить бюджетность такого путешествия. Цены в три раза ниже, чем за границей в Сочи или Крыму. На продукты, экскурсии. Полулюкс приличной гостинице на большую семью может стоить в пределах 2000 рублей. Ну, здесь у нас хабаровский жир, там 1200, там, наверное, будет, может, 300-400 за килограмм. Килограмм? Ну, я просто. Ага. А яблоки сейчас перебью. Если ребенок у меня, сын пошел, я ему дала 10 рублей, говорю, где яблоко купи. Яблоко размером, ну, вот такое. Ориентировочно, вот, и мы всегда так продаем, чтобы было все включено, это питание, проживание, все экскурсии, вот, все-все-все, ну, кроме пролета. Это будет 40 тысяч рублей стоить. Это примерная стоимость недельного пребывания в Махачкале с ежедневными экскурсиями к историческим достопримечательностям, с походами в горы, на гидроэлектростанцию. Нынче это место часто можно увидеть в ленте Инстаграма, а также гастрономические и культурные вылазки. От репетиции легендарного ансамбля «Лизгинка» у хабаровской делегации остались яркие впечатления. И вот они танцевали так, вот мы еще это все снимали, мы вот так вот, потому что это была вот такая энергетика, нас там к этим стульям прям, вот, мне кажется, нас размазывало. Когда это все вот это вот, вот что-то вот это вот все закончилось, мы вот так вот сидели, нас вот так трясло. Вся делегация была просто заеванная. И после этого это ревнулось в слезы, все стояли и ревели от вот этой вот мощной энергетики. В общем, в Дагестане есть что посмотреть, осталось решить вопрос с прямыми авиарейсами. Ну, мы планируем уже с мая месяца 2022 года уже запустить такой рейс. Если получится, раньше, значит, раньше запустим. Сегодня пролет туда-обратно с пересадками в Москве в среднем обходится хабаровчанину в 35 тысяч рублей и занимает минимум 15 часов. Запуск чартерных рейсов сэкономит половину этой суммы и столько же времени, проведенного в пути. Мы обсуждали, да, кого мы первых повезем. Ну, потому что Дагестан — это стереотипы какие-то. Хотя у меня его не было, ну, в общем, у всех почему-то стереотипы. И сначала думаем, давайте попробуем тур для пенсионеров организовать, ну, пусть они съездят. К концу нашего маршрута я приняла решение, это будут девушки. Нету такого насилия или насаждения каких-то требований, что все должны быть в хиджабе, там, с закрытыми щиколотками. Нет, дагестанки также ходят в мини, с открытыми плечами, то есть мы были, было достаточно жарко. Я была рядом, там, в Грузии, ну, примерно, менталитеты в чем-то там сходятся, да. А там тоже не было никаких опасностей. Да и русские есть опасные. Здесь то же самое все бывает, так же и в Таиланде, и в Корее. Не надо ходить по ночам в какие-то непонятные места. По заявлению представителя правительства республики Дагестан в Хабаровском крае Бидула Хайсаева, прямое авиасообщение между Хабаровском и Махачкалой будет популярной среди жителей Армении, Грузии, Азербайджана и других соседних стран. Упрощенная логистика также облегчит адаптацию спортсменов, творческих коллективов и тех, кто путешествует по работе. И, соответственно, представители и дагестанского земляничества, которые проживают, да, много они мало, здесь пять тысяч дагестанцев. Еще нужно учитывать, еще они любят друг другу гости, ездить, ходить. Вот поэтому даже мне говорят, нам стыдно, потому что вы ни разу не были у вас. Ни одни соревнования по боевым видам искусства в Хабаровске не проходят без участия дагестанских бойцов. В свою очередь, кавказские горы привлекают множество спортсменов со всего мира, начиная от экстремальных увлечений среди молодежи, заканчивая йога-турами и скандинавской ходьбой для людей более почтительного возраста. Кстати, последние предпочитают останавливаться в оздоровительных учреждениях. По поводу санатория. Я была удивлена, на самом деле, коллеги, уровнем современного санатория. Все красиво, все прям свежее. Вот тебе 33 сауны на выбор, это бассейн, полностью локация классная, классный номерной фонд, опять же море, пляж. Захотел, ты переместился в горы, где здесь ты купался, там ты переместился, там уже относительно свежо и холодно. Горы, море, песчаный пляж для перезагрузки отдыха – прекрасное сочетание. Кстати, мало кто знает, что самый длинный в мире песчаный пляж находится именно в Дагестане. Его протяженность около 200 километров. Для комфортного это получается июнь, июнь, август, сентябрь. Пляжный сезон 4 месяца, температура Каспийского моря в это время 25-30 градусов. Мы вышли в море, кто пробежкой занимается, кто йогой, перед завтраком. В октябрь? А, в октябрь. Мы не купались, да? Ну, прохланились. Ну, вижу. То есть температура была 18-20. А, ну да. Ну, хотя после коньячного завода. Один день отдыхающего в Дагестане обязательно посвящается походу на промышленные предприятия. Например, на крупнейший завод по производству стеклотары. Эти бутылки и банки, между прочим, поставляются и на Дальний Восток в том числе. Увидеть ювелира в процессе также, по отзывам, зрелище увлекательное. Мы были, опять же, у ювелира. Кубачинские мастера славятся на весь мир. Опять же, во время моего детства, оказывается, это было все оттуда. Хотя вот здесь, да, у моих родителей, у бабушек это все было. То есть серебро там, кубачинское. Вот. Это очень красиво. Опять же, за этим, ну, девочкам за этим стоит, наверное, съездить. Съездить в Дагестан именно сейчас советуют эксперты. Туристов немного, поэтому встречают максимально тепло и гостеприимно. Любой человек, который вас принимает в санатории, я не знаю, на экскурсионном объекте, я не знаю хоть где, это прям вот открыто, это не наигранно, да, прием. Это не... А может быть такое, что мы их избалуем? Ну, такие, о, можно доверить. Может быть, всякое. Ну, это может быть, но пока этого нет. Сейчас стоит. Вот потом, я не знаю, что будет, а сейчас оно стоит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова